здравствуйте друзья здесь демитков юрий сегодня у меня очень радостное видео я хочу с вами поделиться своей радостью небольшой дело в том что когда-то три года назад и у меня было видео на эту тему я оформил своим детям вот такие карты это карты юниор детские так как я обслуживался в бенбанке тогда и эти карты юниор от бенбанка они были привязаны к моим картам почему я это сделал смотрите я это занимаюсь финансами и мне очень хотелось чтобы мои дети с детства начали уметь пользоваться современными инструментами чтобы у них были свои карты чтобы они могли пользоваться картами они знали безопасность этих карт это во первых а вторых я всегда знаю на что они тратят деньги и в каком количестве ну и еще один момент это я знаю где они в данный момент то есть я смотрю мне-то приходят эсэмэски про их деньги там я смотрю так номер карточки такой а кирилл купил там-то там-то вот на такую сумму хорошо вот и еще очень удобно дело в том что я-то постоянно нахожусь в разъездах мне не нужна наличка и я искать со своего телефона просто могу из своего личного кабинета послать ему денежки дети всегда знали что у них на карте лежит 1000 рублей они в этом объеме их тратят и я это контролирую когда деньги заканчиваются они мне говорят я им перебрасываю деньги до 1000 рублей и так мы привыкли и так время шло было все прекрасно но вот денежки карты на них написано 10 19 то есть в конце октября этого года обе карточки у них истек срок действия кстати карточки хорошие там была соответствующая программа у банка ну и сейчас многие банки выпускают карты для детей вот ну это была одна из первых она такая прикольная там с всякими комиксами вы видите прикольная карта вот и сейчас эти карты пришли в негодность вот я могу прямо показать что я с ними делаю вот и и что меня порадовала дочь сейчас закончила школу есть понял с 18 лет и она говорит надо бы ну карту оформлять но мы решили что мы для нее оформим карту тинькофф потому что после школы мы планировали что она будет учиться за границей и поэтому ей будут нужны деньги соответственно валюте и для того чтобы переслать ей деньги в валюте единственный банк который для этого подходит это тиньков потому что у тинькова есть возможность переводить деньги в валюте с карты на карту то есть я могу купить здесь евро на бирже например да и перевести ей евро на карту тинькова она может совершенно спокойно этими еврами пользоваться там за границей вот а сыну 16 лет и вот он меня порадовал очень сильно он подходит ко мне и горит пап а я хочу карту рокет банка я такой оба на в принципе я с ним об этом даже не разговаривал вот но я думаю что он посмотрел мои видео и понял что рокет банк для него как раз это лучшая карта почему ну во первых там нет платы за обслуживание он хотел свою карту и там нет карты платы за обслуживание ежемесячной в отличие от тинькова например но дело в том что у них то платежи пока небольшие вот траты поэтому там нет карты платы за обслуживание а кэшбэк такой же как у тинькова и очень удобно пользоваться этой картой и я такой сижу он говорит я хочу карту рокет банк я такой а почему именно рокет ну вот я так решил я я был очень рад я честно говоря вот очень обрадовался конечно мы я говорю ну хорошо давай оформляя хотел чтобы он сам оформил вот вот тебе скидочка она под любым моим видео вот но он по этой ссылке перешел пытался там заполнить но что-то у него не получилось с паспортом и ну пришлось все таки вмешаться мне помочь вот ну и марина тоже я говорю марина слушаем те тоже наверное нужно карта рокет банк она бесплатно она дает кэшбэк такой же как тиньков только он не в наличке вот и бесплатная карта очень хорошая вот ты можешь там одни денежки там держать в евро х в рублях вот здесь например вот и на марину мы тоже оформили такую же карту рокет банка чем она хороша ну есть бесплатный вариант обслуживания только sms сообщения которые очень важны очень удобный дружественный сервис очень хорошие условия то есть смотрите карта рокет банка чем хороша тем что можно снять деньги в любом банкомате но в пределах 30 тысяч рублей но в банкомате любого банка независимо от суммы это очень приятно вот пополнять ее тоже можно ну либо через терминал либо но от меня либо переводы там с других банков и так далее здесь проблема особых тоже нет ну надо конечно смотреть потому что вот недавно он заругался потому что я хотел по той же схеме как перевести деньги с тинькова бесплатно то есть папу пополнить карту рокет банка с карты тинькова но он сказал что будет комиссия ну хорошо я тогда с тинькова перевел деньги на рокет банк здесь проблем не возникло и уроки банка постоянно бывают всякие опять же смотрите есть повышенные категории по которым повышенный кэшбэк дает скажем тиньков и есть повышенный кэшбэк по которым дает льготы rocket банк есть повышенный кэшбэк который дает банк открытия вот я выбираю разные категории и в зависимости от того какая категория я плачу картой именно того банка вот ну пока открытие мы не сделали детям это впереди я думаю вот марина брокерский счет но пока ей нечего туда класть вот на наверно откроет вот но рокет банк очень очень удобный в этом смысле именно для детей и то же самое можно сделать дополнительной карты то есть если например у вас есть дети вы оформляете карту рокет банка и по той же схеме можете оформить дополнительную карту на ребенка и вы будете контролировать все расходы ребенка то о чем я говорил в самом начале очень хороший банк я очень хорошие карты готов рекомендовать вот но что я могу сказать что у меня например три карты карта тиньков традиционно она очень удобная во первых вторых вы знаете что в тинькове есть возможность перевода денег в валюте с карты на карту это единственный банк который это позволяет делать но и в тинькове много всяких примочек например бесплатные переводы по банковским реквизитом я этим постоянно пользуюсь вот но есть неприятность есть ежемесячная плата у рокет банка ежемесячной платы нет вообще но по одному тарифу у открытия есть условная плата когда открываем карту open карт банк берет с нас 500 рублей но возвращает эти рубли бонусами который можно потом обналичить вот если мы истратили десять тысяч рублей по этой карте то эти 500 рублей возвращаются в виде бонусов которые можно обналичить вот еще в чем разница смотрите тиньков дает деньги кэшбэки каждый месяц и именно деньгами их можно прямо сразу снять в банкомате грубо говоря или истратить а рокет банки открытия дают кэшбэк бонусами к сожалению вот и я уже не помню у какого банка у одного из них бонусы можно обналичить за покупки от трех тысяч рублей в любой категории вот а у другого от двух тысяч рублей в любой категории то есть бонусы надо накопить вот это неприятно потому что ну в таких количествах бонусы копятся достаточно долго вот и еще есть одна приятная штука все банки сейчас поощряют людей для того чтобы ну которые рекомендуют их другим людям вот ну смотрите под каждым моим видео вы видите ссылочку на open card на rocket банк и на тиньков банк тиньков банк дает ну скажем за рекомендацию то есть если вы перешли по моей ссылке то тиньков мне даст 300 рублей вам даст три месяца бесплатного обслуживания это 300 рублей или пять месяцев бесплатного обслуживания не помню или полгода вот но точно дает и не меньше чем 300 рублей вот ракет банки открытия дает по 500 рублей но баллами к сожалению вот но тоже хорошо то есть смотрите вы оформляете карту ракета на себя например да а потом дополнительные карты на детей да за за дополнительной карты естественно бонусов не будет вот по акции при виде друга а если вы чисто на ребенка оформляйте ребенок по вашей ссылке оформлять карту то у вас пожалуйста будут эти бонусы ну и если я занимаюсь интернете если вы занимаетесь интернете то конечно вы видите что вот эти ссылки они неспроста у меня вот какие то денежки у меня с этого идут ну для того чтобы я мог как-то существовать и рассказывать вам очень полезные вещи вот такая история с картами если вы еще не начали пользоваться я вам очень рекомендую хорошая штука вот мы летом ездили за границу да например да и когда я приехал ну по крайней мере один ночлег у нас было там больше трех тысяч рублей за ночь я просто заплатил рокетбанком и мне эти деньги целиком вернулись сейчас у меня вот этими баллами на рокете уже шесть тысяч рублей я уже думаю на что их и стратить ну то есть и как бы какую покупку взять бесплатно то же самое из открытия мне регулярно приходят денежки и это очень приятно ну вот и то же самое из тинькова регулярно приходят денежки очень приятно и эти денежки просто ну как бы как подарок с неба поэтому пользуйтесь сегодня спасибо за внимание с вами был Демятков Юрий до встречи